На дорогах Красноярска много ям, но это царь яма в глубину 4 метра. Сегодня ночью в нее чуть не провалилась немецкая иномарка. На дне бурлящий, зловонный канализационный поток. Коммунальщики говорят, сточных вод так много, что труба не выдержала и лопнула. Подземная река подмыла грунт и вот итог. Теперь жителям окрестных домов лучше пользоваться туалетом пореже, чтобы специалисты Краскома быстрее справились с порывом. Разрушение видно, а вот в каком оно состоянии? Пока не можем определить. Как думаете, как скоро устранить? Пока мы не видим, что не устранять. Поэтому пока предварительно говорить в каких-то сроках нет возможности. На Даурской 4 тоже подмывает грунт. Водители опасаются, что и здесь портал в подземный мир вот-вот откроется и просят помочь. Сделали ремонт трубопровода. То, как они сделали, все сливается сюда. Сейчас машина будет проваливаться. А чуть южнее, на той же Даурской, дорога не просто проваливается, а сползает со склона. Водители сигнализировали службу 005, но принятые меры людей не устроили. Здесь уже наклевывается разрушение дорожного полотна. Это малая часть. И здесь самое веселое. Печальное. Уплывает вместе с талыми водами с Саянских предгорий и дорога на улице электриков. Люди боятся здесь ездить. Смотрите, вот как ехать. Вода уходит под землю, получается, да? Конечно, вот она пошла туда. Грунтовую латали в прошлом году, но в этом ям здесь будто не меньше. Из-за неисправной ливневой канализации вода многомиллионный ремонт смыла. Водители вынуждены выскакивать навстречку, чтобы объехать лужи и скрытые в них дыры. Местные умоляют городские власти обратить на эту дорогу внимание. Ну, заплатки-то они сделали, но вода от вода, по сути, и нету. Мы тут уже своими силами, соответственно, этот пятак в том году отсыпали. Шесть камазов сюда ушло, отсыпали крошкой асфальтной, раскатали. Ну, зима прошла, сами видите, опять какая ситуация. И беда с дорогами не только на окраинах. Копылова, та самая улица, по которой большое начальство из своих резиденций спускается на грешную землю, вся в трещинах и дырах. Некоторые из них заделали, а дорожные знаки убрать забыли. Молоково, объезд метростройки, бетонное покрытие, машины стесали до арматуры, ездить здесь небезопасно. Как и по другим 260 улицам города, которые требуют привести в нормативное состояние прокуратура. В нехорошем списке главные магистрали. Калинина, Свободный, Белинского, Ленина и многие другие. Как только потеплеет, сделаем, отвечает прокурором в мэрии. Что касается ям, которые образовались вот сейчас, то, конечно, заделывают не все, а только самые большие и те, которые влияют на безопасность дорожного движения больше всего и на заторовую ситуацию на том или ином участке. Есть нормативы четкие и, соответственно, в соответствии с ними решают, либо по технологии лету асфальт заделывают, это если магистральная улица, если опасный участок, если другие сопутствующие факторы, которые есть, либо проводят подсыпку. Почему асфальт так легко утекает с городских улиц? Потому что мэрия допускает до ремонта только нужных подрядчиков, считает общественник Егор Фролов. Большинство ремонтов отдают специализированному автотранспортному предприятию и промстрою. СТП, с одной стороны, должно поддерживать дороги в надлежащем состоянии, следить, чтобы не разваливались, но зачем, если можно заработать на их ремонте? Каждый год у нас компания СТП, хоть и выигрывает в торгах по ремонту дорог, она это все передает компании промстрой. Это такая некая схема монополизации дорожного рынка, где никого ни за что не наказывают. А если еще вспомните, компания СТП у нас ремонтировала мосты через Качу и на следующий год их переделывали. Но данная компания почему-то не попадает у нас в черный список и дальше продолжает заниматься тем же самым. То есть мы видим с вами результат той монополизации и наплевательское отношение на жителей города Красноярска. На дорожном ремонте в этом году мэрия планирует освоить как минимум 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Двуслойный асфальт, бордюрные камни уложат на 64 улицах. К окончанию сезона дорожных работ к следующей зиме ездить по городу будет комфортнее. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК.